Дорогие друзья, всем привет, с вами снова я, ZDM, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу и расскажу про датапак и ресурспак, которые добавляют бедроковое оружие в Майнкрафте. В том числе бедроковые инструменты и бедроковые пушки. Выглядят они следующим образом, и всё это сделано без модов, а всего лишь на одном ресурспаке и на одном датапаке. Поэтому перед началом данного видеоролика я попрошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вы этого не сделали. Но мы уже переходим к нашему обзору бедрок датапака для Майнкрафта. Поехали! Также мы ежедневно раздаём ключи Steam в группе ВК. Итак, дорогие друзья, что здесь у нас есть? Вы, наверное, скажете, Артём, как нам добыть бедрок, чтобы сделать эти бедроковые инструменты? Как нам сделать бедроковые пушки и так далее, если мы не можем в выживании добыть бедрок? Это что? Получается, что нам придётся пользоваться креативом? На самом деле, дорогие друзья, нет. Всё на самом деле намного легче. Смотрите, ребят, данный датапак и данный ресурспак добавляют 9 новых инструментов и 9 новых вещей. Давайте перейдём по порядку. Самое первое, что нам добавляется, это бедрок-майнер. Что это такое? Это кирка, которая может добывать бедрок. Выглядит она следующим образом. И крафтится из двух палок и из трёх дипслейт-блоков. То есть мы кладём вот в таком вот порядке, получается, и мы получаем вот такую вот прекрасную кирочку, благодаря которой мы можем добывать, получается, бедрок в нашем Майнкрафте в выживании. Давайте сейчас это и проверим. Берём, получается, обычный бедрок, как вы можете заметить, просто обычный бедрок. Я взял не какой-то там необычный, не с какими-то модами, а просто обычный бедрок в Майнкрафте. Перехожу в гейммод Сюрвайвл, вот таким вот образом гейммод Сюрвайвл. И, как вы можете заметить, у меня есть бедрок-майнер, который мы скрафтили из дипслейта. Мы его берём, получается, в правую руку, нажимаем теперь на правую кнопку мыши и смотрим на данный бедрок. У нас происходит вот такая вот штука. Также садимся на Shift обязательно. Как вы можете заметить, появляются вот такие вот у нас частицы. После того, как они у вас появились, вы просто отпускаете правую кнопку мыши и также свой Shift. Также давайте я сделаю звуки немножко погромче, чтобы вы могли слышать, что здесь у нас происходит на самом деле. Давайте сделаем вот так вот. И после того, как у вас появились данные эффекты, данные иероглифы, после этого мы можем добывать, получается, данный бедрок. Просто его ломаем левой кнопкой мыши. Вот таким вот образом. Как вы можете заметить, мне не получается. А почему? Потому что, наверное, я всё-таки зашёл в Spectator, а не в Survival. Теперь мы вот таким вот образом добываем. Как вы можете заметить, я в Survival, то есть я в обычном вот Survival режиме выживания. И я смог добыть, получается, данный бедрок благодаря данной кирке. Давайте я ещё раз вам это всё продемонстрирую. Вот у меня теперь два бедрока. Получается, ставлю я их вот таким вот образом и начинаю добывать. Ещё раз напоминаю, чтобы у вас всё это сработало. Нажимаем на Shift, правой кнопкой мыши вот таким вот образом. Так же делаем с другим бедроком. И теперь мы его вот так вот можем добывать. Отлично. С бедроком мы разобрались. Что мы делаем дальше? Дальше, чтобы нам скрафтить разные пушки, инструменты и остальное, нам надо скрафтить бедроковый гем. Без него мы не сможем сделать все эти инструменты. Потому что все эти инструменты, как вы можете заметить, делаются благодаря данному бедроковому гему. Без данного гема мы не сможем просто скрафтить все эти инструменты. Итак, получается, чтобы скрафтить данный бедроковый гем, мы должны добыть 4 бедрока и положить вот таким вот образом. После чего мы получаем вот такой вот бедрок гем, который выглядит вот таким вот образом, дорогие друзья. Ну, он просто обычный, просто обычный гем. Мы с помощью него ничего не можем сделать, то есть мы его можем просто выбросить. И с помощью данного гема мы можем скрафтить другие предметы. Сам он никакой пользы особо не несет. То есть благодаря ему мы не можем добывать какие-то блоки и так далее То есть просто мы сможем крафтить инструменты Итак, дальше у нас есть вот такая вот получается бедроковый лаунчер Давайте я вам продемонстрирую его, как он работает Крафтится он следующим образом Мы кладем получается два вот таких вот гема Дальше мы кладем три бедрока таким образом И кладем сюда получается обычный рычаг И у нас получается вот такая вот штука Что она делает? Она просто может убивать мобов Смотрите, я получается вот так вот нажимаю правой кнопкой мыши И я сразу убил спрута Просто одним нажатием правой кнопкой мыши То есть как вы можете заметить блоки он не ломает Вот блоки он не ломает данная пушка Она всего лишь, дорогие друзья, убивает мобов с одного удара И здесь у нас есть колдаун на две секунды Поэтому раз в две секунды вы можете использовать данное оружие Сделается это все вот таким вот образом Нажимая правой кнопкой мыши и убивая данную свинью Очень-очень круто И у нас дальше, как вы можете заметить Полетела данная пушка, данный бедрок Благодаря данной штуке Но это очень-очень круто И мы просто благодаря одному нажатию правой кнопкой мыши Можем убивать мобов Вот так вот Все, я просто убил эту свинью Точнее корову Давайте пойдем дальше С этим мы в принципе разобрались Дальше у нас идет бедрок стаф Что он делает? Это очень-очень крутая штука Давайте мы возьмем данные гемы И теперь скрафтим получается данный бедрок стаф Делается он следующим образом И получаем вот такую вот штуку А теперь смотрите Я нажимаю правой кнопкой мыши И я могу вот так вот наверх просто строиться Бесконечно То есть я вот так вот могу прыгать Бегать и строить под себя Как в фортнайте на самом деле И выглядит это достаточно круто То есть вот Вы сами можете заметить Я вот так вот просто беру И строю Получается эти штуки Я могу убегать от мобов Могу допустим Если с большой высоты буду падать Вот так вот просто засейвиться Правой кнопкой мыши И я могу вот так вот просто Дорогие друзья Сейвиться Или делать вот такой вот паркурчик Крутая штука Но это еще не все Если мы нажмем правой кнопкой мыши Давайте я поднимусь немножко повыше Нажму правой кнопкой мыши, держа в руке вот этот вот бодроковый став У нас получается вот такая вот штука То есть я даже не нажму на кнопку, просто сажусь на шип И у нас просто стреляет данный посох, если можно так сказать И у нас также выпадают вот такие различные крутые резы Мы их можем подобрать, можем их, понятное дело, надеть И это очень круто и очень имбово То есть мы просто скрафтили данный посох И теперь мы имеем огромное количество брони И как вы можете заметить, броня на самом деле неплохая А с хорошими даже зачарами Мы здесь можем найти алмазные там инструменты Кирки, лопаты, топоры, мечи даже можем найти И также хорошую зачаренную броню Также можем здесь, как вы можете заметить, найти различные необычные книги Это очень-очень круто Ну давайте мы это все выбросим, очистим свой инвентарь Для начала давайте я этот посох выброшу Ё-моё, я чуть не умер, кстати, вы сами могли это заметить У меня осталась половина сердечек Давайте я лучше спавн-поинт здесь поставлю Потому что спавн-поинта у меня здесь нету Если я умру, тогда я потеряю просто эту локацию И теперь давайте я пропишу команду kill Чтобы просто все эти ресурсы у меня пропали Переходим в гейммод креатив И также я забыл вам сказать, что данный посох может защитить вас Допустим, если вы будете его держать в левой руке То есть давайте я возьму данный посох Буду держать в левой руке Он будет работать у нас как щит То есть вот, все, теперь мы можем убегать, получается, вот так вот от мобов Взять, получается, правую кнопку мыши Убегать вот так вот от мобов Также можем держать как щит Точнее использовать данный посох как щит И также мы можем, получается, нажимать на shift И у нас будет появляться вот такая вот различная крутая штучка Такой крутой взрыв, где у нас, получается, будет огромное количество крутых предметов Вот, вот такая вот, получается, штучка интересная Называется посох Окей, идем дальше Дальше это у нас бедроковая кирка Крафтится она следующим образом Ну, как обычные кирки в Майнкрафте Думаю, вы знаете, как крафтятся там алмазные кирки, железные, другие кирки И мы получаем вот такую бедроковую кирку Давайте я перейду для начала в геймод survival И что она нам, получается, делает данный кирка Давайте еще пропишутаем садей, чтобы у нас было светло Допустим, вы можете спуститься в шахту И просто добывать, получается, вот таким вот, дорогие друзья, образом Ресурсы Вы скажете, ну и что, Артем? Типа обычная кирка, которая ломает 3 на 3 блока Но на самом деле не все так просто Если мы встанем на shift и будем держать данную, получается, кирку в руке Посмотрите, что будет происходить Становлюсь на shift и просто на это посмотрите У меня аж подлагивает И вы сами можете заметить, как далеко ломает данная кирка И оно до сих пор копает Вы просто посмотрите на это Я всего лишь один раз нажал на обычный shift И посмотрите просто, какую яму он нам выкопал, дорогие друзья Это просто жесть И посмотрите, сколько у меня блужника Это все благодаря одному нажатию кнопки Я даже ничего особо не делал Просто нажал на shift Давайте еще раз это сделаем Только уже не в шахте А допустим, прокопаем тоннель вперед Вот таким вот образом Сейчас я нажму Давайте тоннель сделаем вот здесь Просто нажимаю на shift Раз и все Как вы можете заметить, данная кирка нам просто ломает путь вперед У меня немножко подлагивает И вы просто посмотрите на это Это огромный-огромный путь Давайте даже перейду в гейммод креатив Чтобы вам показать, как это выглядит Вот, далеко ломает и круто выглядит Только видите, когда я летел Я нажал нечаянно на shift И я уже немножко сломал здесь блок То есть если вы даже будете просто нечаянно нажимать на shift То есть у вас все равно оно будет вот так вот, дорогие друзья, ломать И как вы можете заметить У нас появляется вот такая крутая анимация Получается, когда мы кидаем данную кирку Точнее, когда мы просто нажимаем на shift в Майнкрафте Очень-очень круто Давайте мы это уберем и перейдем, дорогие друзья, дальше Так, кирку мы рассмотрели Дальше у нас бодроковый метеорит Крафтится вот таким вот образом Для этого нам понадобится получается 4 обсидиана Также нам понадобится 4 бодроковых вот этих вот яйца гемом И также один просто обычный камень, который мы кладем посередине Получаем бодроковый метеорит Давайте мы его запустим Чтобы запустить, просто нажимаем правой кнопкой мыши И быстро отбегаем И у нас получается вот такой вот взрыв Если мы будем это делать в Критиве Понятное дело, это безопасно Но если вы будете делать в Сервайвале Вас может просто убить данный метеорит То есть вот, просто нажимаем правой кнопкой мыши И метеорит у нас спаунится вот таким вот образом Давайте я сейчас перейду в гемот Сервайвл И активирую данный метеорит Вот таким вот образом Раз, и просто убегаем Все, он нам взрывает, получается Вот таким вот образом нашу территорию Вы, если будете убегать, допустим, от каких-то игроков Если будете использовать данный датапак на сервере Или если вы будете убегать от каких-то мобов, вы просто можете вот так вот запустить метеорит и убежать. И все, у вас здесь будет просто взрыв, и ваш моб или ваш друг просто умрет. Крутая очень штука. Так, идем дальше. Бедроковый метеорит я вам показал. Дальше у нас получается бедроковая вилка. Благодаря данной бедроковой вилке мы можем есть блоки. Да, дорогие друзья, есть настоящие блоки в Майнкрафте. Вам не показалось. То есть мы просто переходим в гейммодсервайвл. Если у вас будет голод, как у меня, как вы можете заметить, у меня есть голод. Я просто беру и вот таким вот образом правой кнопкой мыши смотрю на любые блоки, и я могу их вот так вот есть. И у нас появляются вот такие вот эффекты регенерация, абстрапшн три. И также у нас добавляется, как вы можете заметить, целых шесть дополнительных сердечек. И мы вот так вот просто можем есть блоки в Майнкрафте, как бы это странно ни звучало. Абсолютно любые. Можем есть, допустим, камень, можем есть там землю. А вот мне интересно на самом деле, бедрок я могу съесть или не смогу? Но я думаю, я смогу съесть. То есть если вы теперь будете ходить в шахты, вы можете не брать с собой огромное количество еды. Или если вы будете ходить в путешествие, вы можете просто взять, получается, данную вилку и есть блоки в Майнкрафте. Бедрок я есть не могу, наверное. Да, я не могу. И, кстати, здесь у нас колдаун 0,5 секунд. Вот, бедрок я есть не могу, но другие предметы я есть могу. И получаются другие блоки. Это очень-очень круто. Идем дальше. Дальше это у нас бедроковый, бедроковый вот такой вот меч, если можно так сказать. Давайте мы его скрафтим. Крафтится он следующим образом. Кладем 3 гема вот так и 1 гем наверх. И также, понятное дело, палочку. Что делает данный меч в Майнкрафте? Ну, смотрите. Если мы найдем сейчас каких-то мобов, потому что здесь мобов я вообще уже не вижу. Я уже всех мобов здесь убил в Майнкрафте. Ну вот, допустим, у нас есть данная корова. Что мы делаем? Получается, если вы находитесь очень далеко, вы просто можете правой кнопкой мыши нажать. И вы сможете убить вот таким вот образом данную корову. Если вы находитесь рядом возле моба, вы его можете вот таким вот образом просто убить. Потому что данный, получается, меч имеет 22 урона. То есть он просто убивает с одного удара. Давайте перейдем к гейммодсервайвл. Нахожусь я далеко. И давайте я сейчас активирую просто данный меч. И попробую убить данного голема. Ну, с первого раза я, понятное дело, его не убью, потому что у него очень много хп у голема. И, как вы можете заметить, дорогие друзья, чтобы ему наносился урон, я должен нажать правой кнопкой мыши и смотреть на моба, которого я хочу убить. Ну и также мы можем просто подойти и его убить. Обычно мечом, если вы это делаете близко. Если далеко, вы просто можете вот таким вот образом запустить данный меч. Окей, у нас немножко подлагивает. Убираем все ненужные предметы в инвентаре. И я вам показал уже все, получается, 8 предметов. Но есть дополнительный предмет, который у нас находится вот здесь, в этом сундучке. Давайте мы его возьмем. Отлично. И перейдем, получается, в верстачок. И скрафтим. Чтобы скрафтить, кладем 3 бедроковых гема вот таким образом. Кладем сюда блок редстоуна. Блок, получается, алмазом. Также рычаг и обычный алмазный меч. И получаем вот такую вот штучку, которая выглядит вот таким вот образом и имеет вот такое вот длинное название. Что теперь делает эта штука? Смотрите, ребят. Он запускает луч, благодаря которому мы можем убивать мобов. Просто вот так вот нажимаем правой кнопкой мыши, как вы можете заметить. Смотрим на моба и просто данный моб у нас умирает сразу. Он имеет намного больше урона. То есть он может железного голяма убить там с пару тычек. А может даже с одной тычки. Вот, допустим, у нас есть житель. Я нажимаю правой кнопкой мыши, смотрю на него. И данный житель у нас просто вот таким вот образом, дорогие друзья, умирает. То есть этот предмет, эта пушка делает просто нам вот такой вот лазер, благодаря которому мы можем убивать других мобов в Майнкрафте. Вот там вот находится волк. Волк, извини меня, конечно, но я должен попробовать данную пушку. Запускаю, дорогие друзья. И, кстати, волк убежал, ему очень сильно повезло. Также, благодаря данной пушке, мы можем убивать мобов, которые находятся за какими-то блоками. Допустим, вот смотрите, у нас здесь есть вот свинья. Давайте мы ее закроем вот таким вот образом. Просто возьмем и закроем данную свинью, чтобы она у нас не убежала. И попробуем ее убить через блоки. Смотрите, вот у нас находится здесь свинья. Я просто заложу на это дерево. Перехожу в геймод survival вот таким вот образом. Активирую данную пушку. И, как вы можете заметить, наша свинья сейчас умрет. Все, давайте перейдем теперь в геймод креатив. И посмотрим, что произошло с нашей свиней. Она просто умерла. Потому что данная пушка также позволяет вам, точнее дает возможность убивать мобов через блоки в Майнкрафте. И это очень-очень круто. Я надеюсь, данный ресурс пак и данный датапак вам понравился. Если это так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, если вы этого не сделали. Ну а с вами был я, Задынок, Артем. Всем удачи, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok